В связи с последними событиями вокруг покупки Twitter, да и вообще местами спорной политики модерации в этой соцсети, вы уже, возможно, могли слышать про то, что вообще-то для Twitter существуют альтернативы. И среди полностью коммерческих и закрытых проектов вы также могли слышать о Mastodon и Fidiverse. В этом видео я хотел бы заострить внимание именно на этих вещах и рассказать, как вы можете самостоятельно попробовать эти альтернативы и с чего лучше начать. Вы можете спросить себя, зачем мне это нужно? В целом, если вас абсолютно все устраивает в популярных соцсетях, а что-то новое пробовать вы не хотите, возможно, этот вариант и не для вас. Однако, если это не так, то Mastodon, в частности, и Fidiverse в общем, есть что вам предложить. Давайте запомним две простые, но важные для дальнейшего понимания вещи. Fidiverse – это объединение независимых социальных сетей, которые, несмотря на то, что принадлежат разным людям, позволяют пользователям разных сервисов общаться друг с другом. Mastodon – это платформа для блогов, похожая на Twitter, которая позволяет любому желающему создать свой сервис в микроблогах в рамках Fidiverse. А теперь давайте перейдем к делу. Что же такого интересного в этом Fidiverse? Начнем со страшного, но в то же время и самого интересного слова – интероперабельность. Но не пугайтесь, на самом деле все очень просто. Представьте, что находясь в Twitter, вы можете в ленте постов видеть посты из Instagram ваших друзей. И можете оставлять им комментарии. В то же время ваши друзья из Facebook могут поставить вам лайк и репостнуть ваш твит. В этом и кроется ключевая особенность Fidiverse – взаимодействие независимых платформ друг с другом, как будто это одна большая социальная сеть. И на самом деле именно ей и является Fidiverse – объединение множества серверов на разных платформах и разной тематике. Это уже делает такую концепцию достаточно интересной, потому что вам нужна лишь одна учетная запись, чтобы подписаться на сервисы микроблогов, фотографий, видео или даже подкастов. Кроме того, децентрализованная или федерированная концепция Fidiverse подразумевает ряд свобод, которых вам никогда не предоставят популярные коммерческие платформы. Если на платформе вроде Twitter ваша позиция не понравится модераторам, ваш аккаунт заблокируют. И у вас не будет второго твиттера, куда вы сможете уйти и продолжать общаться с вашими друзьями или читать интересных вам людей. Вы точно так же можете нарушить правила сервера Fidiverse. Однако большой разницей будет то, что у вас все еще будет целых два варианта – найти сервер, где правила вам идеально подходят или вообще завести свой собственный. Если вас это заинтересовало, то давайте перейдем к первому и одному из самых важных этапов вашего путешествия в Fidiverse – выбору сервера или инстанса, как их еще называют. Для того, чтобы новые пользователи могли выбрать сервер, в Fidiverse есть ряд каталогов, которые позволяют подобрать тот, что лучше всего подойдет по интересам именно вам. Начнем с самых крупных, зарубежных каталогов, которые имеют самый широкий выбор вариантов по территориальной принадлежности, правилам пользования, интересам или другим критериям. Но не пугайтесь, если вы не знаете английский язык, то чуть позже я покажу каталоги и для вас. Первым стоит упомянуть официальный каталог от разработчика платформы Mastodon. Он позволяет найти сервер этой платформы по ряду признаков. Это надежные серверы, соответствующие определенным критериям и придерживающиеся активной политики модерации. Если вы ищете что-то похожее на Twitter со строгими правилами против оскорбительного поведения и дискриминации, то здесь вы сможете найти именно такие варианты. В этом каталоге вы найдете, например, региональные серверы для жителей определенных территорий. Серверы для любителей технологий. Музыкальные и игровые. Серверы для любителей искусства. Каждую категорию вы также можете отфильтровать по используемым на серверах языкам. Instances Social – это популярный независимый каталог серверов, который в форме пошагового опросника поможет вам подобрать сервер по ряду различных признаков, вроде количества пользователей, отношения к контенту для взрослых, наличию рекламы или даже запрету спойлеров. Здесь точно так же одним из главных признаков являются языки, используемые на сервере, поэтому вы без проблем сможете найти себе место, где есть другие люди, говорящие на вашем языке. Есть и другие, более обобщенные каталоги, которые позволят вам найти сервер по тематике или количеству пользователей. Среди таких стоит упомянуть Feediverse Party – каталог серверов по тематике без привязки к языку, или Index Community – автоматизированный каталог со статистикой серверов, где вы можете как найти самый популярный сервер, так и посмотреть на красивую интерактивную карту Feediverse, где видно, как серверы общаются друг с другом. Как я и обещал, тех, кто не знает английский язык, тоже никто не забыл, и здесь тоже есть несколько вариантов, которые помогут вам сделать выбор. Feediland – это проект, который был реализован мной и другими пользователями Mastodon. Он представляет собой одну небольшую страницу, где желающий познакомиться с Feediverse может как в один клик попасть на один из рекомендуемых русскоязычных серверов, так и сделать более осознанный выбор самостоятельно, прочтя короткие описания к каждому серверу и приняв решение самостоятельно. Все серверы, рекомендуемые на этой странице, обязуются соответствовать ряду критериев, вроде долгосрочных намерений по поддержке сервиса и наличия четко прописанных и понятных правил пользования. Ruindex Community – это еще один каталог, где перечислены наиболее популярные русскоязычные серверы, с их кратким описанием, указанием используемой платформы, количеством пользователей и местонахождением. Здесь вы можете найти несколько более широкий список популярных серверов с общением на русском языке. Feedilife – это ресурс-брошюра, рассказывающий об альтернативах популярным коммерческим сервисам, не ограничиваясь только соцсетями. Здесь также есть разделы про альтернативные мессенджеры, почтовые сервисы и поисковики. Также одной из особенностей Feediverse является то, что он построен на открытых технологиях. А это значит, что если у вас есть желания и возможности, то вы можете запустить свой сервер самостоятельно. Если у вас есть некоторые технические навыки, то вы можете запустить свой сервер, руководствуясь официальной документацией на сайте Mastodon. Также различные хостинг-провайдеры, вроде DigitalOcean, предоставляют готовые шаблоны для разворачивания серверов в социальных сетях, среди которых есть и Mastodon. Есть и сервисы, которые при наличии аккаунта у хостинг-провайдера возьмут разворачивание сервера на себя полностью. Хотя, конечно, если у вас нет навыков администрирования, то лучше довериться профессионалам и выбрать уже существующий сервер. Если вы не обладаете техническими навыками, то вы все равно можете арендовать готовый к использованию сервер на различных сервисах, вроде Mastohost. Они позволяют за ежемесячную плату содержать ваш личный сервер, поддерживаемый компанией, занимающейся администрированием таких серверов. Не стоит обязательно искать сервер с самым большим количеством пользователей. Не забывайте, что в Feediverse все серверы связаны, и вы сможете общаться с любым пользователем, находясь с ним на разных серверах. Поэтому лучше обращайте внимание на тематику или, например, красивый адрес, который вам нравится, а не на популярность сервера. Ну, вот мы и выбрали сервер по интересам или другим признакам, и теперь готовы зарегистрироваться там, чтобы начать общение. Первое, с чего стоит начать, это ознакомиться с правилами и убедиться, что они вам подходят. Если вы чувствуете, что правила выбранного сервера не будут стеснять вас, и что они предоставляют вам достаточную степень комфорта, можно переходить к регистрации. Если нет, ничего страшного, просто найдите любой другой сервер, где правила будут вам по душе. Кстати, не пугайтесь, правила серверов в Feediverse зачастую не такие монструозные, как в крупных социальных сетях, и написаны человеческим языком. Поэтому выделять час на их чтение не придется. Обычно это либо короткий список пунктов, либо один или несколько абзацев. Серверы, работающие на самой последней версии Mastodon, показывают краткую выжимку из правил прямо перед регистрацией, предлагая с ними согласиться. Это позволит вам заранее понимать, чего ожидать. Старые версии на правила ведет ссылка, и их можно случайно проигнорировать. Лучше потратьте несколько минут на их изучение хотя бы в краткой форме, это может упростить вашу социальную жизнь в будущем. Что ж, перейдем к регистрации. Заполняем отображаемое имя, ваш юзернейм латиницей, ваш имейл и пароль. На некоторых серверах также присутствует поле указания причины регистрации. В основном это нужно для борьбы со спамом или чтобы убедиться, что пользователь прочел правила. После заполнения формы, вы должны получить письмо на ваш адрес электронной почты со ссылкой подтверждения, по которой нужно будет пройти, чтобы завершить регистрацию. Часть серверов используют систему при модерации. Это значит, что ваш аккаунт активируется не сразу, а после того, как его проверят модераторы. Как раз они и видят, что вы написали в поле с причиной регистрации. Обработка заявок модераторами может занимать от минуты до нескольких часов, в зависимости от времени суток и их загруженности. Поэтому просто немного подождите. На серверах с открытой регистрацией, ваш аккаунт должен стать доступен сразу после подтверждения адреса электронной почты. Ну вот вы и зарегистрировались. Ваша учетная запись подтверждена и активна. Давайте начнем знакомиться с новой социальной сетью. Уже здесь, сразу после регистрации, Мастодон может предложить вам подписаться на ряд активных пользователей. Можете воспользоваться этим предложением, чтобы ваша лента не была совсем пустой с самого начала. Отметьте пользователей, которые вас заинтересовали и подтвердите выбор. Через небольшое количество времени, ваша лента обновится и в ней появятся посты тех, на кого вы только что подписались. А теперь давайте перейдем к оформлению своего аккаунта. Первое, с чего стоит начать, это заполнение профиля. Как и в твиттере, профиль это ваше лицо в фидиверсии. Именно смотря на него, пользователь будет решать подписаться на вас или пройти дальше. Установите аватарку, напишите коротко о себе в описании, выберите языки, на которых хотите читать контент. Затем лучше всего написать первый пост. Хорошим вариантом является пост с тегом introduction, где вы рассказываете, кто вы и чем занимаетесь. Этот пост может быть более длинным, чем описание в вашем профиле и лучше раскрывать ваши интересы и личность. Неплохой идеей будет запинить этот пост у вас в профиле. Таким образом, он всегда будет отображаться сверху, когда кто-то смотрит на вашу страницу. Неплохой опцией для начала общения будет подписка на группы. Это такие пользователи-боты, которые позволяют расшаривать ваши посты с другими пользователями фидиверса, которые на них подписаны и ищут новых друзей по интересам. Если вы хотите, чтобы пост попал в группу, упомяните ее из рунейм в вашем посте. Придерживайтесь здравого смысла. Не нужно отправлять все ваши посты в группу. Делитесь самым интересным или, например, теми постами, где вы хотите задать вопрос или попросить о помощи. Подписывайтесь на всех, кто вас заинтересует, чтобы начать формировать вашу личную ленту. Список из ряда русскоязычных групп вы можете найти на том же каталоге RU Index Community. Две самых популярных группы – это RF и RU. Первая распространяет посты только своих подписчиков, которые упомянули бота. Вторая репостит все с нескольких популярных русскоязычных серверов, а также посты с любых других серверов, если бот был упомянут в тексте. Полистайте локальную, а также глобальную, еще известную как федерированную ленту. Как и с группами, подпишитесь на тех, чьи посты оказались интересными. Мастодон не будет насаждать вам то, что алгоритмы сочли нужным. Расширять ваш круг общения будете вы сами. Это дает свободу, но и требует некоторых усилий для формирования ленты. Неплохой мыслью может быть познакомиться с администрацией вашего сервера или просто подписаться на них. Это абсолютно не обязательно, но может быть полезно, если возникнут вопросы или понадобится помощь. Так как Fidiverse – это децентрализованная соцсеть, все пользователи находятся на разных сайтах. И если вы попадете на чужой сервер, у вас может возникнуть вопрос, как можно написать комментарий, находясь там, или подписаться на пользователя, чей профиль вы смотрите. Вообще, на многих платформах вроде Мастодон, Плерома и Фрэндика для вас как гостя будут доступны кнопки ответа или подписки, которые в конечном итоге отправят вас обратно на ваш сервер, так чтобы вы могли там подписаться, лайкнуть или оставить комментарий. Но это не всегда красиво или полностью интуитивно. Поэтому лучше запомнить самый универсальный способ посмотреть что-то именно на вашем сервере. Это строка поиска. Если оба сервера являются частью Fidiverse, то вы можете спокойно скопировать адрес профиля или поста и вставить его в поле поиска на вашем сервере. И вуаля! То, что вы просматривали на чужом сервере, отобразится в вашем интерфейсе. И вы сможете взаимодействовать с контентом точно так же, как и обычно. Лайкнуть, репостнуть, подписаться на автора. С помощью этого простого лайфхака вы всегда сможете работать с любым контентом в рамках Fidiverse на своем сервере, каким бы сервером не пользовался его автор. Если хотите узнать больше про работу Fidiverse и пользование им, рекомендую вам прочитать материалы по ссылкам внизу страницы каталога Fidiland, а также тред рекомендации для новичков 2.0 от пользователя Злой Гик. После того, как вы ознакомились с лентами и подписались на кого-нибудь, может быть полезно ознакомиться с доступными настройками платформы. Например, на большинстве серверов доступно несколько разных цветовых тем оформления. Кроме того, если вы больше цените функциональность, а не аскетичность интерфейсов, то стоит попробовать включить многоколоночный интерфейс или Advanced Web Interface, который может быть знаком пользователям TweetDeck. Он позволяет не только видеть несколько лент сразу в виде отдельных колонок, но и менять их местами и добавлять новые. Конечно, не стоит забывать и про мобильные клиенты. Для пользователей Fidiverse существует ряд мобильных приложений под популярные платформы. Для смартфонов на Android существует большое количество различных приложений для общения в Mastodon и других платформах. Самыми популярными из них являются Mastodon, официальный клиент от разработчиков Mastodon. Tidilab, продвинутый альтернативный клиент с большим количеством настроек и функциональным интерфейсом. Tosky Husky, простые клиенты, первый из которых заточен под Mastodon, а второй под Pleroma. И ряд других клиентов, которые вы сможете найти в Google Play и других магазинах приложений, включая свободные, типа F-Droid. Для iOS-устройств одними из популярных вариантов являются Mastodon, опять же официальный клиент от разработчиков платформы, или MetaText, сторонний клиент, сохраняющий концепцию разделения лент на отдельных вкладках. Вот мы и познакомились с основами Fidiverse и Mastodon в частности. Что дальше? Читайте ленту подписок, локальную и глобальные ленты. Находите друзей, просто интересных авторов и общайтесь. Если вам понравилось и вы хотите остаться, хорошей идеей может быть посмотреть, есть ли у администратора вашего сервера страница пожертвований и подписаться на регулярные платежи. Помните, что подавляющее большинство серверов содержится исключительно на деньги их администраторов, и может быть очень приятно, если вы оцените их усилия и поможете содержать сервис, которым вы пользуетесь. Приятного общения и добро пожаловать в Fidiverse! Кстати, меня вы тоже можете найти по юзернейму скобкинсобакалор.сх Ну и конечно, как это принято, можете поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал, оставить комментарий и спасибо за просмотр! КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЗНАКОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТВИРД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ